Всем привет, друзья! С вами Райзум. Смотрим матч между игроками Альфредина и Энтисити, двумя сокланами из клана АДМ на карте Галбарас. Альфредина играет за Бретонию, Энтисити играет за Вампиратов. Он любитель вампиратов, один из самых известных игроков за них. Поэтому посмотрим, как он себя сегодня покажет. Итак, Альфредина за Бретонию взял фею, фея на коне. У нее есть милость фей, есть проводник чар, кровь земли, дымка леди, цветение жизни. Кстати, фея довольно дешево тут приодета, не вся в грейдах и не с кучей заклинаний. Есть зеленый рыцарь, астральный, у него сопротивление физурону 75%. У зеленого рыцаря есть скорбный клинок, на нем есть благословение леди, есть способность священный хранитель, который дает ему реген, когда он не в лесу. Забавно. И зеленый рыцарь у нас несокрушимый. Также здесь внезапный гость Готрик. Готрика есть судьба Готрика, ну и его постоянная способность, храбрость героев, которая может не дать ему один разок умереть. Замечательный герой, забавно его видеть сейчас в составе бретонской армии. Также здесь у Альфредина взято, по-моему, 8 отрядов лучников, да? 3 отряда крестьян-лучников с чумными стрелами. 2 отряда крестьян-лучников с горящими стрелами. Забавно. И 3 отряда обычных крестьян-лучников. Сзади стоит 5 отрядов крестьян, просто 5 отрядов позади, прямо почти у края карты. И 4 отряда кавалерии у Альфредина. Есть у нас странствующие рыцари, 2 отряда. Есть рорные рыцари королевства, рыцари львиного сердца с магическим уроном. И есть рорные странствующие рыцари стражи Лили. Что из интересного здесь у Интисити? Это же, конечно, королева Бес. Мега-артиллерия, которая уже пальнула разочек здесь. Королева Бес. Мортиры. 5 отрядов матросов с древковым оружием. И 1 отряд обычных матросов. Коробочку мы видим. Рорные гниющие прометейцы. 2 капитана. 2 пушкаря-мертвеца. У обоих взят скапскрат для того, чтобы бороться с пехотой. Хотя так уж ли страшно здесь будет пехоте. Наверное, лучников. Вот будет убивать, я думаю, он лучников этими скапскратами. Очень эффективно они должны себя показать. Граф Ноктил на Некрофексе. У него взяты лунные часы капитана Грота. Призрачный шторм. Проводник чар. Заклятие Нехика. Есть утопленные мертвецы. Призыв матросов. В общем, не смотрите на то, что здесь так мало вампирата. У него есть еще призыв. Довольно приличное количество отрядов. Призывать он сможет. Мажет сразу королевой Бес. Здесь и мажет мортирами. Бретонец моментально отводит войска назад. Выводит крестьян вперед. Пусть они собирают здесь снаряды. Также здесь есть 2 отряда проклятых Нитопырей. Ну, НТСТ будет стоять. Естественно, у него есть артиллерия. Поэтому нападать ему не нужно. Он может обстреливать врага. Мне интересно, по кому будет стрелять здесь Большая Королева Бес. Я почему-то ее хочу назвать Большая Бет. Не знаю, что это такое. Королева Бес. Толстый Густав местный. Отличная артиллерия. Выглядит, конечно, солидно. Меры нет. Да вообще вампират красивая довольно фракция. И Нокталл красивый, и Бет красивый. Пока игроки еще не дошли друг до друга. Мы можем посмотреть на нее, на то, какая она мощная. Она очень редко стреляет, но если попадет, это будет боль. Целимся во врага. Нокталл еще сейчас начнет обстреливать кавалерию бретонскую. Бретонец боится нападать. Опасно. Опасно и страшно. Мне интересно, есть ли здесь Те, кто сможет пробить Пробить рыцаря. Вроде никого нет. Опа, пошел снаряд От Большой Бет. Полетело. Попадет. Получником должен будет сейчас стрелять. Да-да-да. Крестьянам больно. Ой-ой-ой. Попадает. 40% хп сразу снимает. Это были крестьяне с чумными стрелами. Пошли еще мортиры. Вперед выходит рыцарь Львиного Сердца. Для них это не самый лучший исход, мне кажется, сейчас будет. Потому что Нокталл их заметит. Начнет стрелять. Нокталл начинает стрелять. Ой, как больно. Еще и попадает по крестьян с луками. Моментально отводит свою кавалерию. Альфредина понимает, что зря он вперед рванул. И опять вперед идет всей армией. Возможно, мискликнул. Не те отряды хотел повести вперед. Кавалерия должна позади, мне кажется, стоять. И опять отводит назад. Уворачивается, скорее всего, от маркир здесь. Ох, если бы сейчас большая бет попала бы по странствующим рыцарям, было бы крайне неприятно. Бретонца 20 отрядов. У вампирата 14. Бретонца больше, намного больше. Есть Готрик солидный. Которого тут-то и нечем особо застреливать. Готрик это чем расстреляешь? Ну, разве что пушкарями, мертвецами. Посмотрите. 30-40% хп уже у одного отряда снято. Бет не попала в этот раз. Но чуть-чуть бретонец, конечно, просаживается. Но сейчас бретонец подойдет. Он сможет просто застрелить, мне кажется. Бет. Брони не так много. Большую бесс. Бесс. Нависли проклятые нетопыри над крестьянами. Кстати, крестьяны их даже не атакуют. Потому что бретонец сейчас занят другим. Им нужно как можно быстрее сократить расстояние с врагом. Вылетает зеленый рыцарь. Понимает, что здесь нет магического урона. Поэтому он может драться свободно с кем хочет. А вот пушкарям-то неприятно будет с зеленым рыцарем драться. Крайне неприятно. Потому что зеленый рыцарь им накидает. Пошел еще один снаряд от большой бет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Рядом взрывается. Если бы сюда сейчас попала большая бет, это было бы неприятно. Повезло здесь Альфредина. Нетопыри сдерживают стражи или пытаются? Пытаются. Опа, большая бет. Ой, как больно. По двум отрядам кавалерии, по трём отрядам попадает кавалерия здесь. Интисити. Не круто. Да, Альфредина, конечно, кавалерию свою подставляет. Стреляет по толпе крестьян. Сейчас Интисити своим лордом. Опять всю кавалерию в кучу собирает здесь. Альфредина. Ты что? Уворачивается. Видит Альфредина, что летит снаряд. Попадает по крестьянам. Капец крестьянам. Вызывает зомби стреляющих матросов. Интисити за спиной кавалерии с фланга. Кавалерия вылетает в Ноктилу. В Ноктилу. Но Ноктилу не так страшно. Для Ноктилу здесь самый страшный враг. Сейчас это Готрик. Нехорошо будет, если Готрик сможет добраться до него. Но я думаю, королева Бест себя вполне может купить, если она сейчас ещё попадёт по каким-нибудь рыцарям. Будет больно, куда она стреляет. Она стреляет вдаль по крестьянам. Ну ладно. Способность Ноктила пошла. Ну довольно кучно здесь собрался, конечно, притонец. Ноктил пока стоит позади. Может нормально пострелять. Гниющие Прометейцы рубятся в ближнем бою. Ещё снаряд, ещё заряд по крестьянам. Пытается матросами разогнать крестьян лучников Интисити. Не давая им стрелять. Бет стоит спокойно, посмотрите. Нам бы это вообще забили. Просел отряд Стражей Лилии. Сейчас они будут вынуждены отступить. Ой-ой-ой. Но здесь есть Мнадскей, есть Готрик, есть Зелёный Рыцарь. Фея сможет выхилять и Готрика, и Зелёного Рыцаря. Ещё и у Зелёного Рыцаря есть Реген. И это очень сильно. Готрик может затащить. Готрик является здесь очень опасным врагом сейчас. Бретонская кавалерия рассыпается. И практически уже рассыпалась. Да, от Бретонской кавалерии не осталось ничего. Очень удачный исход сейчас у нас для Вампирата. Странствующий Рыцарь опять подставляется. Здесь Зелёный Рыцарь вместе с Готриком и Спеей держат натиск врага. Отбивается спина к спине. Смотрите, баланс сил сейчас в пользу Вампирата. Склоняется где-то от 55 на 45%. Прогоняет здесь бретонскую кавалерию Интисити. Скапскрат по крестьянам с луками. Крестьяне с луками отступает. Обалдеть. Разогнал всех просто. Остаётся с этой стороны парочка лучников. И никак не была связана бет. Это опасно. Опасно и неприятно. Но тем не менее Готрик фуловый. Ноктилл походит в упор Готрику. А не боишься ли ты, Ноктилл? Не боишься ли ты подходить? Так можно и огрести. Пострелять сюда нельзя. Что у нас за заклинанец? А, это нюк опять от Ноктила влетает. Больно феи. Фея ещё может отхиляться. Но больно. Надо отходить. Опасно. С помощью пушкарей мертвецов восстанавливает снаряды для бет. Кстати, отлично. Отличная вещь. Попадает. По стражам Лилии. Бедные стражи Лилии. Они даже вернуться не могут. Ой, как же жесть. Чудовищный удар накладывает ещё дебаф. Ещё один снаряд. Как же быстро перезаряжается бет. Ба-ха-ха. Попадает по крестьянам. Тем временем, тем временем, Готрик и Зелёный Рыцарь расхерачивают тут всю пехоту оставшуюся. Фея сейчас может вернуться. Зелёный Рыцарь пошёл добивать пушкара-мертвеца. Пушкар-мертвец пошёл добивать фею. Такой у нас интересный паровозик. Чё делать с Готриком? Чё делать с Готриком? Ближним бою с ним не подерёшься. Ну, снаряды можно восстанавливать ногтелом. Опа! Пушкарю-мертвецу здесь надо быть порасторопнее. А то так можно и огрести. Опасный, опасный Готрик. Зелёный Рыцарь тоже спокойно дерётся с пушкарём. Им не страшно. Фея там пока уворачивается от снарядов. Будет сейчас разгонять здесь матросов. Ой-ой-ой. Близко. Я думал, здесь отряд Интисити. Нет, это не отряд Интисити. Это всё лишь крестьяне. Готрику просто похуй на матросов с взрывковым оружием. Ему тупо похуй. Ещё снаряд. Ну да. У Альфредина ничего не осталось. Ну как ничего. У него ещё приличное количество денег в этих ребятах. Да, и Готрик, и Зелёный Рыцарь стоят дорого. Да, и Фея стоят дорого. Так что ещё не всё потеряно. Есть отхил. Но у Ноктила есть призыв. Призыв пушкарей. Как раз таки с дальним боем. Которые могут зафокусить Готрика и снять ему всё ХП. Опять нюк под Зелёному Рыцарю. У Зелёного Рыцаря отличное сопротивление физ урону. Но он уязвим для магического урона. И этим пользуется Ноктил. Мой пушкарь зашёл далеко. Уворачивается Фея Альфредина от Большой Бэс. От снарядов. Сейчас пушкаря-мертвеца одного убьют. Потом займутся, возможно, вторым или Ноктилом. Есть Капскрад. Как будто он бы что-то смог здесь сделать. Интересно, насколько Капскрад там по одной модельке урона наносит. Умирает один пушкарь-мертвец. Вся ставка сейчас у НТ-Сити на призванных пушкарей. С пистолетами. Они могут нанести отличный урон Готрику. Нужно фокусить Готрика. Нужно фокусить Готрика. Хотя патроны постоянно восстанавливает себе НТ-Сити. Посмотрите, Ноктил недавно был без патронов. Сейчас с патронами. Залетает спокойно Зелёный Рыцарь. В пушкаря-мертвеца. Наносит ему солидный урон. Зелёный Рыцарь под бафами. Скорбный клинок. Посмотрите, какой урон оружием. Какая атака? Атака 84. Офигеть. Ноктил полез в ближний бой. Ноктил... Ой, Готрик пошёл за Ноктилом. Уходит пушкарь-мертвец. Сейчас будет танцы. Давайте чуть ускорим. Да нет, танцев нет. Пока что. Фея уворачивается. От снаряда здесь крестьяник. Толпа крестьян. Рыцари убежали, а крестьяне сражаются. Интересно. Здесь призываются зомби-прираты ближнего. Ближнего боя, не дальнего. Это, наверное, часы. Это были часы капитана Грота. Потому что мне кажется, что Интисити бы призвал тут скорее дальний бой. Потому что нужно же Готрика бить. И собирается Интисити здесь фокусить именно не Готрика, а Зелёного Рыцаря. Потому что у него осталось мало ХП. Полез в ближний бой и опять ноктил. По своим. Ха-ха-ха. Да, это анимации ближнего боя у него забавные. Влетает тут вбок. Пушкарь мертвец. И, возможно, он зря это сделал. Повернётся ли к нему Зелёный Рыцарь? Зелёный Рыцарь поворачивается. Достаточно одного хорошего удара. На. Получай, здесь огребает у нас Пушкарь. Второй удар. Готрик пытается окружить здесь ноктила. Пытается зажать его со спины. Есть хил. Кровь земли. Обычная. О, до фула уже вылечен на Зелёный Рыцарь. Готрик бегает за ноктилом. Фея прячется в лесу. Фея прячется в лесу для того, чтобы её не зафокусили. Заканчиваются тут уже все снаряды у артиллерии. Готрик уворачивается от монтир. Чарж. От мортир. Бес. Матросы. Пушкарь и Бес пошли в ближний бой. Готрик не может поймать никак бедного пушкаря. Спокойно рубится Зелёный Рыцарь, но ХП у него просаживается и просаживается. Есть ли смысл им удраться? Не может подойти фея сейчас никак Альфредина, потому что ноктил. Потому что ноктил ее зафокусит, расстреляет. Естественно, Интисти понимает, что самая простая цель для него сейчас фея. Фея проводником Чар. Регенится. Регенит ветра. Есть заклятие на Ахика. На Пушкаря. Но тяжело убить Зелёного Рыцаря. Хотя он не так много килов сделал. Тяжело убить Зелёного Рыцаря и ещё тяжелее Готрика. Хотя у Зелёного Рыцаря здесь, конечно, резисты. Ему помогают стоять. Кажется, что дохлый Рыцарь и фуловый Готрик проще убить Рыцара. Но, тем не менее, у Рыцаря ещё 1000 хп под резистами. Это неприятно. А фея всё ещё стоит далеке. Стоит далеке. Регенится готово. Регенит Готрика. Сейчас будет убить Зелёный Рыцарь. На Зелёного Рыцаря остаётся совсем мало хп. 400 хп. Хотя может продамажить здесь Ноктила. На самом деле, очень-очень эффективно сейчас разменивается Зелёный Рыцарь. Не на простой мусор, не на обычных матросов, а на хп Ноктила. Это важно. Влетает фея в бой. У феи начинает использоваться дымка леди, которая отлично рубит пехоту. Это же была дымка леди. Да, есть дымка леди. Нанесение урона бойцам. То есть фея постоянно бьёт пехоту. На самом деле, фея здесь очень эффективно будет сейчас с пехотой расправляться. Если удастся связать Ноктила и феи бить пехоту, это будет сильно. 100 хп остаётся у Зелёного Рыцаря. 100 хп. Ой, по фее попал Ноктил. Как же больно. У феи ещё 600 хп. Ноктил её выцеливает. Попадёт. Попал. Как же больно попал. Офигеть. 25 хп остаётся у феи. Но фея, я думаю, больше не вернётся. Ноктил её сможет заснайпить. Практически умер здесь пушкар-мертвец. И остаётся Готрик. Готрик. Солянова против армии. Вам кажется, что здесь будет победа. Но, тем не менее, Готрика ещё надо как-то убить. У Готрика можно расстреливать. Его нужно кайтить и расстреливать. Сейчас это, видимо, и будет делать. Интисити. Тает здесь у нас пушкар-мертвец. Сейчас развалится. Он развалится и не сможет патроны восстанавливать. Мискликнул с Капскратом. Пушкарь. Неприятно. Неприятно. Единственный вариант, который здесь остался, это расстрелять Готрика. Его надо расстреливать. А Готрик всех раскидывает. Где наш Готрик? Кинематографичный. Можно посмотреть, как он всех разваливает врагов. Собирается вокруг него Антисити. Где мы ещё сможем посмотреть уже кинематографичные драки, когда юнитов не осталось? Забавная анимация Готрика крутится. Опа, подходит Ноктилус. В упор. Он решает драться в ближнем бою. Ой, Ноктил. Опасное дело. Очень опасно. Уходит. Это был типа чарж? Ну, чарж здесь 20. Да. Ну, по-моему, Антисити проще просто ждать и надеяться на то, что Готрик умрёт. Готрик уже весь реген свой истратил. То есть, восстановление здоровья у него его не спасёт. Здесь никак снова чаржит Антисити в спину Готрику. А Готрик уже повернулся. Готрик готов драться. Ой, сейчас если Готрик вмажет. А, он уже вмазал. 1800 хп. Ещё удар будет? Попадёт ли ещё раз? Нет, ударить ещё раз не удалось. Завяз Готрик в толпе пехоты. Смотрим. Отходит далеко Антисити. Из-за того, что лорд отошёл далеко, начинает разваливаться пушкарей. Ё-моё, а что ты будешь делать? Будешь расстреливать. Пошёл расстрел. Попадает в Готрик. У Готрика осталось 2000 хп. Как же больно. Бьёт Ноктилус. И Готрик пошёл за ним. Скорость Ноктила 45. Скорость Готрика 42. Готрик истощён. Ноктил опустошён. То есть, в целом, есть шанс догнать. На чаржи ты получаешь бонус. Ой, как же больно. Ё-моё. Пытается Альфредина здесь мансить. Уходит Ноктил. Альфредина перехватывает. Где пехота? Пехота. Вот она. Бежит спасать. Ой, у Ноктила проблемы. Ой, у Ноктила проблемы. Чаржит. Смог сбить с ног Готрика. Очень эффективно. Очень повезло здесь. На самом деле. Сбил с ног. Не дал атаковать. Готрик снова разваливает всю пехоту. Ему похороны. Но у Готрика ещё 1600 хп. У Ноктила осталось 6 выстрелов. 5 выстрелов. У Готрика 1200 хп. Ё-моё. Кто кого. Если начнётся ближний бой, то Готрик, конечно же, развалит Ноктила. Потому что у Ноктила и защита не очень, и атака такая себе. Хотя в ближнем бою всё равно урон. Бронебойка тут и не нужна. В целом полный урон наносит. Ты ещё. Не самое лучшее попадание. Осталось 4 выстрела. 4 выстрела. Против Готрика. Готрика, если что, будет спас бросок. Для драки. Пошёл заряд. Опа, 800 хп. 800 хп и 3 выстрела. Но если он сделает эти 3 выстрела, то, в принципе, Готрика он способен будет убить. Плюс зачаржить. Чарж от Готрика. Его перехватывают матросы. Не дают ему зачаржить. Не смог выстрелить Ноктил здесь, но у него всё ещё остаётся 3 выстрела. Давай, Готрик. Я здесь болею за Готрика, конечно же, за бедного Дварфа. Если бы он победил, как бы это было бы красиво. Но, я думаю, Интеститут расконтролит. Должен расконтролить. Если только какой-нибудь удачный снаряд не попадёт мимо. Разваливается всё у вампирата. А вот последний отряд, оставшийся, спасает Ноктил. А Ноктил уходит максимально далеко сейчас. Как может уйти для того, чтобы реализовать полностью дальность. 400 хп остаётся. Ноктил поворачивается. Ноктил регенится. О, у него ещё заклятие Нехика. Плюс 800 хп. Для Готрика это очень плохая новость. Есть выстрел. Мимо. Мимо. Разваливаются все. Ой, жесть. Ой, жесть. Что творится? 300 хп. Надо увернуться. Два выстрела, 300 хп. Подходит Интестити ближе для того, чтобы не промазать. Потому что чем ты ближе, тем выше точность. Поворачивается сейчас. Готрик. Ноктил целится. Попадёт ли? Попадёт ли? Как долго целится? Мимо! Нет, попал. Подождите, кровью попал. 200 хп. Чуть-чуть чиркнуло по щеке ядром. Ха-ха-ха. Ой, жесть. Так. 200 хп против 2800. Готрик. 200 хп. 2 300. Ещё регенится Ноктил. 1500 хп. Ё-моё. Ты чё? Ты чё, Готрик? Ты победишь? По морде дал Интестити. Один выстрел. 200 хп. Мимо. Всё. Нет патронов у Интестити. Надо драться в ближнем бою. Охренеть. 1000 хп. Готрик просто зверь. 600 хп. Всё время мимо Ноктил бьёт. 200 хп. Готрик упал. Но это нужно смотреть в замедленном. А, он кувыркнулся. И убивает. Убивает кувырком. Разваливается Ноктил. Красиво. Ну, это ГГВП. Ну, это ГГВП. Просто жесть, чё творится. Ха. Пировав. Охренеть. Это что за бой? Я первый раз такой близкий бой вижу. Просто ГГВП. И забавно, ещё неметовые билды у нас здесь. Смотрим. Бес. Нет. Герой. Герой матча. 5-100 вэлью. 5-100 вэлью. Жесть. Просто жесть. Какой лютый Готрик. Охренеть. 4 тысячи вэлью. Зелёный рыцарь. Кавалерия была просто уничтожена. Здесь. 3-300 граф Ноктил. 2-400 королева Бес. Ух ты. Пушкари. 1-800 пушкарь-мертвец. Как обидно было. Ну, Интисити сделал, по сути, всё, что он мог сделать. Максимально красиво развёл Готрика. Ну, промазал в конце, промахнулся. Или Готрика. Судьба спасла. Всё. Всё как по книгам. Готрик хотел умереть, но не смог умереть. Ха. Победа за Альфредина. Отличный матч. Я прям кайфую от таких матчей. Ну что ж, друзья. Всем огромное спасибо за просмотр. Если вам понравился этот каст, ставьте лайк. Увидимся с вами на следующих матчах. Всем пока.